Слава Украине! Привет всем от Полонского! Украина постепенно наращивает выпуск собственных боеприпасов. Причем делает это зачастую на предприятиях, которые мы то ли арендуем, то ли покупаем за границей. С тем, чтобы они не были достижимы для российских ракет, или этих шахедов, шмахедов и прочей чепухи. Так вот, речь пойдет о очень дефицитных для нас 122-мм снарядов. 152-мм мы уже давно делаем, стрелкотню тоже делаем, а вот 122-мм только начали выпускать. Напомню, что эти снаряды нужны нам для некоторых гаубиц, Д-30, и также нужны будут для, самое главное, для гвоздик. Гвоздика это 122-мм самоходная артиллерийская установка, довольно старая, еще я ее в армии застал, но довольно действенная. Зато она простая и очень проста в обслуживании, скажем так, и эффективна. У нас их довольно много, и нам, что самое главное, их передают. Вот, например, в последней партии помощи из Финляндии, как раз вот эти 122-мм гвоздики и были. Вот сейчас прямо они к нам, или уже заехали, или заедут. Таким образом, вот эти снаряды нам очень нужны. И очень важно, чтобы мы их не где-то там просили у кого-то, чтобы они наладили производство. А мы сами это производство уже наладили в Европе. И, слава богу, вот украинская бронетехника взяла и доставила в Украину первые снаряды именно вот этого калибра. Так что пополняем наш арсенал снарядами. Это речь идет, а, сразу спросите, сколько они, 20 штук сделали, нет? Речь идет о тысячах таких снарядов. И вот этот калибр 122-мм, это второй по востребованности калибр, который у нас используется. Конечно, основной калибр, и это имеется в виду из советских этих, основной калибр советский тяжелый, это 152-мм, а потом идет 122-мм. Ну, есть еще, конечно, два натовских калибра, как бы аналоги, это 155-мм и, соответственно, 105-мм. Вот так. Так что 122-мм, как бы проблему решили, начали уже доставлять в Украину.